Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в рамках проекта творческая мастерская вместе с поваром хинкальной еды сюда мы приготовим национальное грузинское блюдо всеми любимые хинкали. Здравствуйте, Георгий! Расскажите, пожалуйста, как в домашних условиях в режиме самоизоляции можно приготовить хинкали? Что для этого нужно? Какие ингредиенты? Мясо, сало или жир говяжи. Ну это фарш, да? То есть для фарша нам нужно мясо, сало. А специи это тоже для фарша? Специи, да. Соль, перец красный и черный. И свежий перец обязательно классный лук. Ну конечно, но если лука не будет, то хинкали получатся сухими, правильно? Я правильно понимаю, что лук дает сочность хинкали? Да, конечно. Но это еще полдела. Нужно сделать тесто. То есть для теста нам нужна мука и, я вижу, здесь стоит вода. Да. Сколько мы берем муки? Ну, где-то 200 грамм. Давайте. 200 грамм муки. То есть, в общем-то, все эти продукты есть, мне кажется, у любой, у каждой хозяйки в холодильнике, поэтому особой сложности не должно возникнуть. То есть примерно 200 грамм муки. Добавляем воду. Добавляем воду. И чуть-чуть соль. Ну то есть, я правильно понимаю, что, в принципе, мы вымешиваем сейчас вот как тесто для пельменей? Да, то, что ты же. Добавляем соль в муку. Перец мы не добавляем? Нет, перец ничего не добавляем. И вода. Сколько примерно? 60-70 грамм. Ну, конечно, Георгий все делает на глаз. Профессионал своего дела. Ну что, мне попробовать или вы все равно? Ну давайте. Ну давайте. Попробуйте. И из муки и воды и щепотки соли мы вымешиваем тесто. Угу. Ну, еще посыдняем. Тесто должно быть такое крутое, да? Да, прямо вот то, что надо. Сколько лет вы уже готовите хинкари? А, ну, где-то семь. Семь лет готовите хинкари? Семь лет, да. А вот честно, вы, вот вы настоящий грузин. С чем любите и предпочитаете, с какой начинкой есть хинкари конкретно вы, ваша семья? Смешенный фарш с зеленью, конечно. Ну, зелень добавляется только как инзал. А какое мясо? То есть телятина, наверное, да? Или баранина? Да, и телятина, и говядина, и лист баранина тоже. Так, ну что, еще? Нет, все уже. Да, вот готовый тест. Нормальный как раз. У нас получилось. У меня получилось? Лучше, чем у меня даже. То есть это так должно выглядеть тесто? Да, ну, мы потом раскатаем вот это тесто, что мы и приготовим для... Сейчас, давайте мы покажем нашим телезрителям. То есть, в принципе, должен такой вот комочек теста. Сколько примерно вот из этого количества теста получится хинкали? Ну, где-то из этого получится 10-12 штук. Ну, то есть, в принципе, на 2-3 человек, ну, обычно такой семью хватит. Но я знаю, что для грузин этого количества маловато. Да, это маловато. То есть, это вполне себе привычное дело, когда приходит в хинкальную посетитель и просто заказывает мне, пожалуйста, порцию хинкалий, и ему приносят такую гору свежих ароматных вкусных хинкалей. 10-15 штук, вот так в среднем. То есть, 10-15 штук? Да. Ну, кто побольше, наверное, съедает побольше. Ну, да. Итак, тесто мы с Георгием приготовили. Для этого нам понадобилось 200 грамм муки, 60 грамм воды и щепотка соли. Мы вот замесили, сделали таким очень плотным, тугим. И дальше приступаем к фаршу. Оставляем только наше тесто. У меня сейчас, ну, сало, можно сделать просто жир говяжий или из баранины, если, ну, там можно еще добавить жир из баранины. То есть, получается, что фарш для хинкалий мы не перемалываем, мы его нарезаем. Ну, нарезаем, конечно. Мелкими кусочками, да? И потом новым. Я, можно вам помогу тоже? А чем мельче, тем лучше? Или какие должны быть тубики? Ну, там, мельче, чтобы я сделала, ну, там еще. Еще мельче? Да, да, да. Или если все будут резать так, то это будет, пройдет часов 10. Да, это, ну, поэтому вместо варианта сделать хинкалий, ну, рубленый мясо, ну, так. Покажите. Да, и можем сделать фарш просто. Ну, подосим на насерег. Ну, то есть, можно либо мясо с салом пропустить через мясорубку, либо, кому не лень, можно все-таки нарубить мясо. Можно нарубить вот так. Ну, Георгий просто профессионал, поэтому у него все получается гораздо быстрее. Тем хозяйкам, которым, у которых нет столько времени, и они не хотят тратить столько сил, то, наверное, проще, проще это сделать через мясорубку. Я тоже что хочу попробовать. Ну, да, хорошо. Давайте попробуем. Так, мы разрезали. Как вы это дальше делали? И вот так. Вот так? Вот вы как-то это вот так делали. Да. Ладно, я обещаю научиться тоже. То есть, соответственно, либо мы прокручиваем мясо через мясорубку и добавляем обязательно сало, да? То есть, без сала... Нет, сало не обязательно. Не обязательно. Мы сейчас делаем сало, но можно добавить просто жир, вот говоря же. Самый лучший вариант – это сделать, ну, добавить туда сало. Чтобы сэкономить время, как и советовал Георгий, мы пропустили мясо и сало через мясорубку. Добавили сюда кинзу. Ну, и, конечно же, какой же фарш без лука? Без лука. Георгий, давайте в мастер-класс, чтобы было видно хорошо нашим телезрителям, как это делает настоящий профессионал. А лук именно лучше добавлять в красный? Да, лучше красный лук, конечно. То есть, не обычный репчатый, да? Он придает свой вкус, сладость, да, дает? Да, да, да. Кстати, мы еще не солили, не перчили, не добавляли сюда специи в наш фарш. Это нужно сделать будет позже. Что дальше? Мы делаем сейчас перец, соль, специи. Ну, тут уже, наверное, каждый на свой вкус, да, может добавлять? А, ну, да, ну... По щепоточке. А, вот, перец черный. Еще? Да, еще чуть-чуть. И красный перец, это красный сухой перец. Достаточно? Очень вкусно получается. Да, да, вот. И соль. 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 О, нет. Достаточно? Да. И вымешиваем фарш. А, нет, еще не все. Можно сделать без зелени, но добавим кинзу, чтобы было просто... Но мы сегодня готовим традиционный хинкали, поэтому мы обязательно добавляем фарш, зелень. Добавляем только кинзу. То есть, у нас кинзу. Да. Нам надо будет открыть фарш. Вот так называем. Будет вот так. Ну, как много. Много. Так? Угу. Да, еще можно чуть-чуть добавить. Мне кажется, очень жидко. Или так и должно быть? Ну, жидко и должно быть, да, да. Чтобы там был бульон. То есть, это непривычный фарш для котлет или пельминей. Достаточно? Да, соль. А сейчас будем лепить хинкали. Да? А вы умеете лепить? Итак, я не умею лепить хинкали. Я никогда хинкали не готовила. Вот сегодня впервые вместе с нашими телезрителями мы приготовили тесто для хинкали, сделали фарш. Сейчас будем лепить? Да, сейчас будем лепить. Мы приступаем к самому интересному моменту нашей программы, нашего мастер-класса. Мы будем сейчас вместе с Георгием лепить хинкали. Для этого мы порезали наше тесто, да. Но у нас уже, на самом деле, так как мы готовим все-таки в условиях ресторана, у нас, безусловно, уже есть раскатанные вот такие большие лепешки. То есть, вы можете разделить ваше тесто на такие небольшие брусочки и максимально тонко раскатать его, да. То есть, вот прям видно, что такие тоненькие листочки из теста. Достаточно большие они, да, должны быть? Ну да, вот так, нормально. И как мы, сам ключевый момент, как мы дальше делаем хинкали? С учетом того, что у нас фарш, ну, такой прям вот жидкий-жидкий. Берем фарш, да, да. Ну вот, просто будем. Берем фарш. Берем фарш. И вот так. А дальше? И собираем по кругу юбочкой. Угу. Да-да-да, вот точно так. Плотно-плотно-плотно зажимаем. Ну, Георгий, ты, конечно, профессионал. Вот сейчас я попробую. Не получилось. Я думаю, что быстро все получилось. Мне кажется, у меня так быстро не получится. Давайте, я все сделаю сама. Все сама. Все сама. Столько достаточно? Да. Фарш. У меня, конечно, получается не такая красивая, как у вас. Ну, это первая в моей жизни. Собственно, ручно приготовленная хинкали. Да, очень красивая получилась. Так, а как вы как-то быстро обрезали? А, вот так. Сказал. И... Раз. А, все готово. Какой-нибудь готово. Я хочу еще одну попробовать сделать. Давайте вместе ставим. Давайте. К этому процессу можно привлечь всю семью. Я думаю, что все ваши домашние оценят. Такой досуг совместный. Я хочу сказать, что процесс приготовления хинкали на самом деле не занимает много времени. Сам по себе очень интересный. Но без мужской руки не обойдется. Все, согласно. Ну, в общем, буквально за пять минут нам удалось лепить всю эту красоту. Георгий, теперь вы носите это на кухню варить наши хинкали. Сколько они варятся в кипящей воде? Ну, пять-семь минут. То есть, пять-семь минут. Ну, в общем-то, весь процесс приготовления хинкали, ну, по сути, в общем-то, занимает, там, где-то на час-полтора. От момента замешивания теста до, в общем-то, того момента, когда вся ваша семья соберется за одним столом и будет с аппетитом уплетать за обе щеки этих хинкали. Отправляемся варить. Ну что, осталось только сварить наши хинкали и попробовать. Оставайтесь с нами. Успокаиваю. Большая кастрюлька. Пять-семь минут. Нужно их помешивать или, в принципе, можно кипящей воде оставить? Не, ну, нужно помешивать, пока они не закипят. Я, если честно, конечно, за свои хинкали очень сильно переживаю, потому что лепила их в первый раз. Поэтому не уверена, что все они выдержат процесс варки, но очень на это надеюсь. Вот за хинкали Георгия я совершенно уверена. Они-то до сто процентов сварятся и будут вкусными. Ну что, прошло пять минут, и, похоже, наши хинкали готовы. Угу, они готовы. Наши хинкали готовы. Теперь ваша очередь. Приятного аппетита! Камри, ладно, не учусь. Спасибо за субтитры субтитры Алексею Дубровскому!